После удара в салоне автобуса погнулись пассажирские сидения. Все, кто были на задней площадке, полетели вперед. И именно здесь оказалась самая большая давка. Именно здесь больше всех крови. И именно здесь больше всех пострадавших. Люди долгое время, кстати, не могли выбраться из салона, потому что двери были заблокированы. Бабахнуло, я думаю, что, взорвалось, испугался. Я подбежала к автобусу, дверь закрыта. Я говорю, мужик, кстати, быстрее, говорю, дверь-то, ломай быстрее. Он быстро вытащил, дверь-то выломал, давай, говорю, надо людей вывозить, иначе люди вывезти потихоньку. Многие на насылку повезли, ребенок, бабушка вся в крови была. Ну, многие тут лежали, сидели полностью, все, площадка была. Смотрю, вокруг никого нету, и люди не могут выйти. Ну, дверь-то вырвали мы там. Ну, сломан там, вырвали. Сначала пенсионеры, и потом уже женщины. Ну, а там уже дальше сами уже. Никто не кричал, как бы, просто они все в крови там были. Один человек-то там застрял, его не могли вытащить. Ну, там честненькие приехали, уже помогли, все как бы нормально. Водитель, я его не видел, но сказали, что он же пенсионер и уснул за рулем. По факту происшествия проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии. Погибших в ДТП нет, количество пострадавших устанавливается. Субтитры создавал DimaTorzok